Велосипеды, мечи, машинки, посреди этого развала калитка. Вот так сейчас выглядит вход в дом ясновидящий. Киркорова одарили особым вниманием. Высокого гостя из Москвы взялся сопровождать лично мэр Петрища Велью Ильев. Я имею в виду, что мы в Кыштату на Лелеванге. Имеем честь быть в доме Лелеванги. Я буду как переводчик. Былгарската пророчица, которая известна в целом святом. Которая известна в целом мире. За сожалению, 11 лет здесь, после смерти бабы Ванги, никто не приходил сюда. Никто не пускали сюда. Все было закрыто. Весь капитал нажит и на будущем, Ванга завещала народу. Но родственники были против и обратились в суд. За 11 лет споров старый дом ее сутулился. Балкон провис, краска облупилась. Окна обжили пауки. О, какие большие. О, паек, паек. Смотрите это. Паук. А когда-то здесь был деловой центр Петрича. На входе охрана, перед охраной касса. Ванга единственная, кому в эпоху советской власти разрешили брать деньги за предсказания. Вот, возьмите билет и не теряйте его. Хочешь знать будущее? 10 левов. Что-то около 20 долларов. Цена для соцлагеря. Приехал из кап страны, плати вдвойне. Садись, давай сахар. И бумажку давай. Ты откуда? Зачем приехала? Подожди, а почему ты без очереди? Ну-ка, позовите кассира. А ты иди прочь. Кто в списке следующий? Что вы мне всех вне очереди подсовываете? Ну-ка, где список? По списку давайте. Вот тут Ванга принимала. Поначалу бывали случаи, когда мы пытались пропустить без очереди. Нам даже деньги предлагали, но Ванга про это сразу узнавала. Мы оказались в Петрище в исторический момент. Спор хозяйствующих субъектов завершился. Вот-вот с дверей дома легендарной прорицательницы снимут печати. В музей уже превратили дачу Ванги, домик в селе Рупити. Это здесь Ванга на свои деньги построила церковь. И сюда в 94-м к ней приезжал Бедрос Киркоров. Вот я вошел так, вот она сидела вот там. Я когда пришел, она подошла сюда, она уже ходила так медленно. Задал предсказательнице вопрос о главном, как спасти умирающую от рака жену. Не волнуйся, твоя жена прыгнула. Вот это самое главное для меня, которое ошарашивало, что значит все у нас удачно пошло. Прыгнула через гроб. Переступила через могилу, значит выживет. Все мысли певца в тот момент были о жене, а Ванга вдруг и про сына вспомнила. Вы сами про Филиппа у нее не спрашивали? Нет, про Филиппа я не спрашивал. Но она иногда, знаете, не спрашивая, говорила о людей. Какой-то сон кошмарный и нелепый. В то время Филипп готовил альбом Яне Рафаэль. Отец подарил пророчице диск. У тебя сын, он пойдет горы, поднимется высоко наверх. Пойдет в горы, значит альпинист или скалолаз. Но в 94-м Филипп штурмовал другие вершины. Олимп по-российской поп-сцены и сердце некреступной королевы эстрады Аллы Пугачевой. Пересказание Ванги сбылось. И эстрада, и Пугачева тогда покорились Киркорову. Значит, мы идем в дом Лели Витки, Петревской, который смотрела долгие годы Лелю Вангу.